Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. С вами Экей Эмили и сегодня очередной мукбанг. Я не собиралась его снимать. Я посмотрела один мукбанг и, блин, мне так захотелось кушать. У меня прям слюньки изо рта. Я думаю, блин, что у меня есть? У меня в холодильнике была шуба, селедка под шубой. Сделала себе вот такой вот хот-дог, яичницу. Думаю, достаточно для мукбанга. Посидим, пожрем. Яичницу из деревенских яиц. Мам всегда говорит, ты задрала уже всех. Сколько можно вот этих деревенских яиц? Все уже давным-давно поняли, что это деревенские яйца. Просто гляньте, и желтые-желтые. На сливочном масле. Немножко перекушу, успокоюсь. Потом начнем. Настроение такое прям снимать. Бывает у меня такое. Мне некоторые пишут в комментариях, ай, как я не успеваю смотреть, зачем столько материала выкладываешь. У моих подписчиков всегда должен быть выбор. Зашли. Увидели три новых видео. Вкус у нас у всех разный. Кто-то, например, чеснок любит, кто-то нет. Увидели разнообразие моих видео и выбрали то видео, которое нравится вам. Начали смотреть. Все просто. У вас всегда есть выбор. Не хотите смотреть, вы можете пропустить. Плохо, когда материала нет. А когда он есть? У вас всегда есть выбор, посмотреть или пропустить. Такие вот дела, мои хорошие. Вопрос. Привет, Айка. Не пропускаю ни одно твое видео. Очень понравилась распаковка сайта Шейн. Сама тоже делаю там часто заказы. Очень хотелось бы, чтобы ты часто делала заказы и снимала для нас. Когда будет следующая распаковка? Я вам скажу так, мои хорошие. Специально заказывать с сайта, лишь бы снять распаковку, мне не хочется. Все будет по мере надобности. Например, сделала я заказ где-то дня, наверное, 5 назад. Я думаю, что где-то через 2 недельки он будет уже у меня. И там тоже те товары, которые действительно мне нужны. Подряд покупать то, что мне не нравится и не нужно, лишь бы там снять видео. Мой канал не про это. Ну, я думаю, в месяц где-то, наверное, 2 распаковки у нас будет. Может, одна. Пока что мне вещи нравятся. Маме заказали костюмчик. Маме заказали платье. Во влоге тоже показала вам. Когда все придет. Обязательно покажу. Вы, конечно, извините, но я обожаю чеснок. Чеснок это просто мое все. Никогда не ем на мук банки, потому что я знаю, что многие не любят. Я вам больше скажу, мама даже хочет заказать постельное белье с Шейна. Я ее, как могу, отговариваю. Потому что у нас в Азербайджане есть лимит. Больше 300 долларов ты не можешь заказать товар. На одного человека. А так как карта оформлена на меня. Нельзя прям безлимитно там заказать себе КамАЗ вещей и здесь торговать, например. Не получится. А еще я когда снимала видео, я вообще даже не была в курсе, что оказывается у Шейна для каждой страны свой прайс. Наверное, это связано с доставкой. Куда далеко доставка, чтобы как-то все это окупилось. Наверное, делаю чуть дороже. Но меня цена полностью устраивает. Чеснок. Следующий вопрос задает его Кристина. Кристиночка, тебе огромный привет. Я просто вкратце читаю. Расскажи поподробнее об отношениях со своей мамой. Рассказываешь ли ты ей все или есть моменты, которые скрываешь? Мы с мамой очень близки. Я бы даже сказала, очень-очень. Но какие-то моменты, связанные, например, с парнем, ссоры, какие-то недопонимания, я никогда не рассказываю маме. Не рассказываю о других своих проблемах. Например, недавно у меня была проблема. Блокнули карточку мою. Об этом мама узнала через видео, когда уже вопрос решился. Почему не рассказываю? Вот расскажу я про то, что у меня заблокировали карточку. Я буду переживать. Будет переживать еще и мама. Какая польза от этого? Никакой. То есть, если бы то, что она знает эту ситуацию, как-то меняло дело, меняло погоду. Я подумала, окей. Но если от этого ничего не меняется, смысл тогда это вообще рассказывать? Правильно, бессмысленно. Я всегда маме, где-то, наверное, с 11 класса всегда старалась рассказывать только о своих победах. О поражениях всегда умалчивала. Я просто хочу видеть на лице мамы всегда улыбку. Мне кажется, у нас с братом это одинаково. Брат тоже, когда какие-то проблемы, сразу старается рассказать об этом папе. Папа даст совет. Поможет разрулить ситуацию. А мама просто будет переживать. Еще у меня мама такой человек. Она очень близко все к сердцу воспринимает. Ей, например, расскажешь какую-то ситуацию, она сядет, расплачется, например. А мне это зачем? Мне хочется мамочку радовать. Очень вот часто мама плачет. Может, по ерунде просто начать плакать. Вообще, на многие вещи забиваете в этой жизни. Не надо расстраиваться из-за каких-то мелочей. Самое главное – это ваши нервы. Вкусно. Даже была одна ситуация. Я очень сильно жестко упала. Я маме не рассказала. Потом мама узнала об этом. Очень жестко упала. И поэтому мама каждый раз, когда, например, я что-то сижу, задумалась, мама сразу подходит. У тебя что-то случилось? У тебя какие-то проблемы? Ты мне не рассказываешь? Даже когда этих проблем нет. У меня, например, понравились обои наши. Я просто смотрю на обои. У мамы уже внутри этот страх, что вот что-то случилось, они скрывают от меня. Хотя я на месте мамы, если бы я была мамой, я бы хотела знать правду. Пусть даже горькую, пусть даже не очень хорошую, но правду. А тут живешь, туда-сюда, ля-ля. Классно все. Какая клубника сочная. Просто гляньте. Наелась чеснока. В такие моменты, либо кто-то к нам приходит в гости. Либо бабушка дает какой-то кутабик и говорит, отнеси куда-то. Убожаю чеснок. Однажды, вы знаете, я настолько много чеснока поела, что у меня была такая изжога просто в желудке. Я просто день не могла в себя прийти. Даже хотела вызвать скорую, а потом как-то прошло. Все хорошо, но в меру. Нужно знать меру. Во всем. Шуба, конечно, обалденная. Очень странное явление. У меня здесь лежит твикс. Я вроде кушаю, но меня не нападает. Что дай мне тоже. Что ты там ешь? Ты ешь огурец? Я говорю, твикс, ты не ешь огурец. Он такой, нет, дай. Дай, что угодно. Надо проверить. Живой или нет. Вроде дышит. Вот завидую я людям, у кого коты или собаки такие воспитанные. То есть им насыпешь корм, они едят, к тебе в тарелку не суют нос. У некоторых там мукбанкеров смотрю. На диване где-то рядом лежит собака, а у нее такой стол, у нее такая поляна. Пес не лезет. У меня всю жизнь домашнее животное. Сколько их не кормим, все равно вечно голодные. В меня, наверное. Поела, наелась, даже сказала бы обыжралась. Если вам не тяжело, мне будет безумно приятно, если ты подпишешься на мой канал. А с вами была Эмили. Пока.